Здравствуйте, дорогие телезрители! Я Светлана Кузьмина, приветствую вас на программе Вдохновение. И сегодня у нас в гостях Наталья Казакова. Здравствуйте, Наталья! Здравствуйте! Мы благодарны вам за то, что вы вновь посетили наш павильон. И мы сегодня хотим с вами побеседовать о хоровом искусстве. В прошлой беседе мы затронули с вами такую тему, как музыкальное воспитание детей. И вы говорили о том, что та обстановка в семье, которая вас окружала, музыкальная культура, которая вам привелась, очень повлияла и на выбор вашей профессии, и на дальнейшую карьеру, ну и также на формирование вашей семьи. Сегодня я бы хотела вам задать такой первый вопрос. В чем заключается феномен вообще церковного хора? Ведь хоров бывает очень много. Они все разные, поют в разных стилях. А чем отличается церковный хор? Вы знаете, Светлана, когда поют верующие люди, они верят в то, о чем они поют. Когда церковный хор исполняет произведение, там обязательно будет какая-то весть. Очень важен текст произведения. Огромное значение имеет то, о чем поют. И в христианской музыке, в принципе, текст первичен, потому что это весть. И, как правило, хоровая музыка, она основана на чисто библейских текстах. Огромное количество хоровой музыки написано на тексты из псалтеря Давида. Очень много библейских историй рассказаны на языке музыки. Поэтому, когда верующие люди, объединившись в хоровой коллектив, исполняют произведения, вы знаете, это как музыкальная проповедь. Вот это и есть именно изюминка церковного хорового пения. Весть в музыке. А легко ли вообще сегодня быть дирижером церковного хора, быть регентом? Это нелегко. Конечно, это нелегко. Время, в которое мы живем, это жестокое время. И самое большое наше богатство, которое называется «личное время», это стало драгоценностью. Поэтому для того, чтобы удержать в состоянии музыкального вдохновения целую группу людей, хористов, вы представляете, какие душевные силы нужны самому дирижеру? Это определенная харизма. Это человек, который должен быть постоянно на духовном музыкальном подъеме. И это же лидерство своего рода, правда? Конечно, это лидерство. И это служение этим людям. Ну что дирижер без хористов? Это всего-навсего музыкант. Но когда вот эти две таких больших музыкальных субстанций соединяются, это поющие люди и дирижер, происходит это чудесное рождение музыки. А ведь пение голосом, ведь вокальная музыка, это является истинно библейский путь прославления. Потому что Давид сказал, что я глазом буду прославлять Господа. Поэтому это настолько величественный вид прославления Господа. Я не знаю, что может быть более прекрасно, чем хоровое пение в церкви. Вы запомнили какое-то хоровое произведение из детства? Есть у вас какие-то особые воспоминания? Да. Что это было за произведение хоровое? Вы можете сейчас вспомнить? Да. Это произведение, наверное, которое тоже вот как-то со мной всю жизнь сопровождает меня. И ни одного раза оно не оставило меня равнодушной. И, пожалуй, каждый раз, когда я его слышу, или когда я пою его в хоре, или когда приходилось дирижировать, происходит какое-то вот особое переосмысление. Это произведение, которое особо уместно звучит во время причастия. Это музыка великого композитора Архангельского на текст из Псалтеря «Господи, услыши молитву мою». Это хоровое произведение, которое для меня является очень личным. И в этой музыкальной молитве я могу присоединиться к каждому слову и каждому звуку. Спасибо вам. И, Наталья, я думаю, что зрителям будет очень приятно послушать это произведение. Увидеть его, потому что у нас есть запись. Запись хора Заоско-духовной академии. Они как раз поют это произведение, дирижируют Елена Гордунова. Смотрим на экран. «Господи, услыши, услыши молитву мою». 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 «Господи, услыши молитву мою». «Господи, услыши молитву мою». «Господи, услыши молитву мою». В исполнении хора «Зауская духовная академия» прозвучало произведение Архангельского. И мне бы хотелось сделать маленький мостик к детским коллективам. Потому что взрослый коллектив — это уже взрослые люди, которые в своё время, может быть, в детстве занимались или в каком-то музыкальном кружке, или ходили в музыкальную школу, а, может быть, просто ходили в церковь, где прививали им любовь к музыке. Вот как вы думаете, Наталья, что нужно делать для того, чтобы дети с самого детства привыкали к хорошей музыкальной культуре, к хоровому искусству, чтобы у нас больше было детских замечательных коллективов? Что нужно для этого делать? Самое главное, нашим родителям уважаемым нужно для себя сделать выбор, что ребёнок, который лишён музыки в детстве, — это Личность, которая что-то недополучила. Когда вырастет этот ребёнок и станет взрослым, ничто и никогда не заполнит вот этот пустой вакуум. Нет в мире ничего, что может восполнить особую нужду человеческого сердца, особенно детского сердца, именно в музыке. Поэтому, когда родился ребёнок в доме, в доме должна быть музыка. Я знаю, что трудно пройти все этапы музыкальной школы. Да, длительный очень путь. Это мучительный путь для каждой мамы, но никогда об этом никто не пожалеет. Дети, которые выросли в музыкальном мире, — это дети, у которых мягкий характер. Это дети, у которых какие-то даже навыки, культуры, тактичности, деликатности, они прививаются, соответственно, из того, что слушает ребёнок, какой музыкой он окружён. Я убеждена, что даже характер, который будет в будущем у человека, он формируется именно в детстве. Но ведь недавно, несколько лет назад мы уже слышали о том, что даже когда ребёночек ещё не родился, обязательно слушайте музыку. Мы знаем, что даже музыка Моцарта избрана для того, чтобы нерождённые дети её слушали. Господь так создал нас. Мы нуждаемся в этом. Поэтому детей нужно окружить музыкой. Нужно сделать всё, чтобы они обучились музыкальному искусству. Каждый ребёночек должен уметь на чём-то играть. Он должен уметь петь. Вы знаете, я как-то раз брала интервью у Елены Ивановны Годуновой. Кстати, вот она как раз дирижировала этим произведением. И она высказала такую интересную мысль, что если бы в её власти было планировать образование будущих поколений, она бы обязательно ввела как первое образование это музыкальное образование. И она выразила такую мысль, что нужно сначала ребёнку дать хотя бы первичное музыкальное образование, а потом уже все профессиональные навыки. Вот было такое мнение интересное. Вы знаете, вот отчасти, всё-таки вот если посмотреть культуру нашего народа в 19-м веке, в 18-м веке, вы знаете, родители тогда имели такое видение, что нанимали частных педагогов для того, чтобы детишек в тех условиях, когда не было технического прогресса… Но это в дворянских семьях, да? Обязательно, да, обязательно обучали музыке. Это было обязательным элементом воспитания. Но если мы даже возьмём простую семью, вот вы упомянули прошлые века, если даже возьмём простую семью, то ребёнка обычно, как правило, брали с собой и в поле, и куда-то, может быть, на ферму, да, ухаживать. И в то же время ведь чем славен русский народ или украинский народ, или белорусский, неважно. Простой народ славен тем, что он сам поёт. То есть фольклеристика, да, вся фольклеристика – это те народные песни, которые вышли с тех веков. И тогда, с малых лет, детки вместе подпевали родителям, и тоже прививалась музыкальная культура. Кто был наставником у вас музыкальным, когда вы учились хоровому дирижированию? Какие дирижёры внесли вклад в ваше развитие? Вы знаете, в какой-то степени я совсем маленьком возрасте была всё-таки к этому привлечена, потому что первым дирижёром была моя мама. Когда мне было 12 лет, после долгого такого присутствия только на репетициях, однажды мама мне сказала, «Наташа, сегодня ты можешь петь в горе». Я даже помню, какое произведение мы исполняли. Это вам было 12 лет? Да. Это было особое богослужение, когда в церкви впервые прозвучало великолепное произведение известного композитора Модриса Закиса «Молитва. Вечный Бог». Очень красивое произведение. И я тогда впервые пела вместе со взрослыми. Мне так запомнилось, потому что до того момента я только на скрипочке играла скрипичную партию в этом произведении. А позже я помню вот это особое ощущение причастности к этому… Таинству, будем говорить. Таинству, когда звучат голоса, и ты слышишь себя, и ты слышишь других. Вот это единение. А само произведение по себе, оно же великолепное. Оно же такое широкое. Развернутое, да. Там столько оттенков. Я помню этот восторг музыкальный. И вот моя мама была первым дирижером, от которого я все-таки что-то основное унаследовала. Но хочу отметить, что Элита Церковна-Соколовская заслуженный дирижер церковных хоров и великий педагог, маэстро хорового искусства. Она оказала огромное влияние на меня, особенно в юные годы, потому что именно благодаря ей в репертуар церковных хоров была включена великая классика. И тогда музыка Бортнянского, Чайковского, Архангельского, Чеснокова, да, она зазвучала на богослужениях. Какая это была красота! И, конечно же, в церкви всегда было хоровое искусство на высшем уровне. Это то, во что всегда вкладывались большие силы. И хочу отметить, что одна из музыкальных церковных традиций — это привлекать в церковные хоры именно вот всё-таки детей с определённого какого-то возраста, когда уже немножечко окрепнет и голос, и девочки, и мальчики, они всегда пели в хорах. И вы знаете, те дети, которые были привлечены к музыкальному служению в детском возрасте, они никогда не покидали церковь. Вот этот вот якорь, этот мощный якорь, который навсегда привязывает детское сердце к Богу, потому что у музыки есть чудесное свойство. Она работает как Божий путь для спасения человека. И вот я, наверное, одна из тех ребятишек, из тех мальчиков и девочек, которые их когда-то привлекли к пению в хоре. Это навсегда стало моим духовным якорем. Здорово! Давайте же послушаем небольшой музыкальный коллектив, детский коллектив. Сейчас произвучит фрагмент выступления детского хора под управлением Татьяны Сиротинской. Каждый день и каждый час, А мне печется Бог Каждый день и каждый час От слава Он бережет Каждый день и каждый час Со мною Он Каждый день и каждый час Иисус мне все во всем Каждый миг и каждый час Господь ведет меня Каждый миг и каждый час Мне все дает любя Каждый миг и каждый час Со мною, со мною Каждый миг и каждый час Иисус мне все во всем Каждый миг и каждый час Иисус мне всё во всём Прозвучали звонкие голоса детишек из Заукского хора под управлением Татьяны Сиротинской. Ведь в стенах Заукского выросло не одно поколение хороших хормейстеров, крепких хормейстеров, которые до сих пор на местах совершают своё служение. Вы же в Заукском тоже учились? Да, да. И приобрели определённые там навыки. Что было памятным вообще для вас из того периода вашей жизни творческой? Я считаю для себя большим преимуществом и большой школой именно музыкального формирования моего собственного. Это пение в хоре, пение в Заукском хоре. Те произведения, к которым мы прикасались, тот труд души, который вкладывали мы, когда работали всем коллективом вместе с нашими дирижёрами, вместе с нашими преподавателями. Это вот этот духовный музыкальный поиск. Вы знаете, это невозможно передать даже в словах. Я не могу описать. Вот это чувство, когда ты находишь вот этот правильный оттенок, даже в собственном голосе, когда мысли соответствуют тексту, когда твоё внутреннее состояние соответствует вести, о которой ты поёшь. Это огромный духовный опыт, который обогатил меня на всю жизнь. Для вас труднее что? Найти какое-то новое интересное произведение или воплотить его уже потом в исполнение, в хоровом исполнении? Да, конечно, воплотить. То есть найти сегодня не проблема какое-то музыкальное произведение? Нет, сегодня время такого изобилия музыкального. Всё доступно. Все ноты, что вы только желаете, пожалуйста. Но исполнить так, чтобы достичь сердца, чтобы вот это каменное сердце современного секулярного человека, порой, может быть, даже уже потерявшего и надежду, может быть, даже и веру, чтобы вот этим удивительным даром музыки проникнуть, затронуть. Это нужно вложить душу в это. И вот это есть огромный труд. И проходит это всё через собственный духовный опыт, через молитву и через смирение перед Богом. Вы очень много путешествуете по нашей стране, также ездите по республикам бывшего Советского Союза. У вас огромный опыт. Вам есть с чем сравнить. Вы знаете, как трудятся в разных местах коллективы. Можете ли вы с нами поделиться радостной вестью, что где-то сохраняется эта хорошая традиционная хоровая культура, что проводятся фестивали? Расскажите нам, пожалуйста, об этом. Потому что в этой студии до вас было много хормистеров, и каждый делился чем-то своим. Я думаю, что нашим телезрителям будет очень интересно узнать что-то новое. Что происходит сейчас именно в хоровом искусстве церковном? Ну, я готова рассказать вам самую последнюю радостную новость из Белоруссии. Это прекрасная поющая страна, родина моего мужа, которую я тоже люблю как свою родную. Белоруссия – это территория, где сохранились хорошие, самые лучшие традиции церковного хорового искусства. А в чём они заключаются? Они заключаются в том, что у церкви с поколения в поколение передавался, собственно, вот определённый репертуар красивой музыки. Но ведь кто-то сегодня скажет, что это устарело. О, нет. Я думаю, что те хоры, которые потеряли свои корни, которые не знают истоков своих, им очень трудно удержаться на правильной духовной волне, потому что музыка, она имеет свойство всё-таки даже и увлекать человека. И можно потерять всё-таки свой верный ориентир. Я убеждена в том, что те коллективы, которые помнят истоки, которые хранят традиции, которые с уважением относятся к музыкальному наследию церкви, это настоящие церковные хоры. И хочу отметить, что в Белоруссии это на высшем уровне. И поколение новых музыкантов, оно хранит. Вы знаете, там есть даже маленькие деревни, даже небольшие сёла, где есть церковь, но там обязательно будет хор. И вы знаете, сегодня проблема, может быть, церковного пения в том, что мы все пришли в унисон. Даже порой бывает, что мы не можем какой-то знакомый гимн спеть на несколько голосов, потому что как-то уже это перестало быть нужным. А в Белоруссии это хранится. Это хранится. Это очень дорого. Я так благодарна белорусским музыкантам именно за то, что они смогли сохранить. Поэтому добрая весть оттуда. В прошлую субботу там прошёл бесподобный просто фестиваль хоровой музыки, куда приехали много хоровых коллективов, где звучала именно хоровая музыка. Насколько это было великолепно и величественно. Посему, слава Господу, что у нас есть такие хорошие новости. К сожалению, наши беседы подходят к концу. Время бежит очень быстро. Какое произведение мы подарим на прощание нашим телезрителям? Наверняка это будет хоровое исполнение. Конечно. Когда я была совсем маленькой, я помню, как моя мама, она была тогда ещё такая молодая, она была хорошим церковным дирижёром, и она, помню, говорила нам, мне и моим сёстрам, девочки, я так мечтаю, чтобы когда-нибудь в нашей церкви прозвучал Гендель. Хор «Аллилуйя из Аратории Мессия». Когда мы смотрели эти ноты, стало страшно, наверное. Страшно. И я знаю, что дирижёры прошлого поколения, они мечтали о том, чтобы когда-нибудь и на наших богослужениях, в храмах наших, прозвучал Гендель. Это было мечтание одного поколения. Это было то, о чём могли только мечтать те дирижёры, которые были до нас. И вы знаете, это сбылось. И сегодня, наверное, я бы хотела поделиться с нашими зрителями одним из самых великолепных исполнений, которое прозвучало на одном из концертов в Киеве. Киевский хор и симфонический оркестр под управлением Константина Высака исполняют. Замечательно. Генделя. Наталья, мы желаем вам всего самого наилучшего, успехов во всех ваших начинаниях. Спасибо. Дорогие телезрители, мы прощаемся с вами и дарим вам произведение «Аллилуйя» композитора Генделя в исполнении хора и симфонического оркестра под управлением Константина Высака. До новых встреч! Песня «Аллилуйя» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Песня «Аллилуйя» Субтитры создавал DimaTorzok